Пример, на котором все обосрались, 15-е задание профильного ЕГЭ. Ты в 15-м задании готовишься к логарифмическому уравнению, а тебе пихают в уравнение х-квадрат. Ну что мне с этим делать? Блин, мне нужно это делать! Первым делом в 15-м задании я советую всем сначала находить ОДЗ. То есть логарифмические выражения должны быть больше нуля. Если с первым неравенством всё понятно, то что делать со вторым? Чтобы преобразовать это выражение, нам поможет ФСУ, то есть Федеральная служба уёбков. Давай, решай, падла! Что тут надо делать? Ну, может быть, вынести? Это я тебе сейчас вынесу! Я даже пример не вижу! Ну, если она не помогла, то тогда формула сокращенного умножения. То есть получается какое-то выражение в квадрате больше нуля, так как квадрат превращает любое отрицательное число положительное. Единственная точка, которая не будет удовлетворять этому неравенству, это х равно 4. х не равно 4, в принципе, включается в неравенство х меньше 4, значит это будет общая ОДЗ. Вернёмся к решению неравенства. Перенесём этот большой логарифм в левую часть. А то что он как лох? При решении логарифмических уравнений неравенств одна из основных целей это преобразовать логарифм таким образом, чтобы получились одинаковые основания. Поработаем с цифрой 243. Это получается 3 в пятой степени. Тёрку по свойству логарифма перенесём перед логарифмом как 1 пятая. Мы помним, что это выражение можно свернуть. Было бы вообще офигительно, если бы эти скобки совпадали. Но вы же знаете, что квадрат для скобки это как двухсторонняя батарейка. Меняйте местами плюс и минус, всё равно ничего не изменится. Поменяли знаки в скобке. Вынесли степень. Так мы будем решать это логарифмическое неравенство методом интервалов. Вынесем общий множитель логарифм 4 минус x по основанию 3. Домножим левую и правую часть на 5, чтобы избавиться от знаменателя 5 в этой скобке. И здесь опять применим FSO. Хватит, я уже знаю как это сделать. Чтобы решить это неравенство методом интервалов, поставим все нули функции на промежуток. То есть те значения x, которые превращают множители в 0. Все точки включаются, так как знак не строгий. У нас ограничение x меньше 4, поэтому работаем только в этой области. Определим знак самого левого промежутка, поставив какое-то удобное число из этого промежутка. То есть, например, минус 5. Логарифм 9 по основанию 3. Это будет 2, значит плюс. Минус 5 минус корень 10 в любом случае будет минус. Минус 5 плюс корень 10, то есть корень 10 это где-то приблизительно 3 с копейками. То есть в любом случае будет знак минус. Блин, минус на минус, я что-то запамятовал. Что будет? Что бы я без него делал? Плюс на минус на минус будет плюс. Значит, знак самого левого промежутка плюс. И так как степень каждого множителя нечетная, то есть 1, знаки будут чередоваться. То есть при переходе через корень этой скобки на промежутке знак будет меняться. Или простым языком мы до этого минус 5 подставляли в эту скобку и знак был минус. Но если мы поставим число больше минус корня из 10, он является нулем этой скобки. Логичный тот факт, что скобка теперь станет положительной. А другие не поменяются. Нам нужен знак меньше, то есть вот эти промежутки, где минус. Это наш ответ. Спасибо за просмотр. Трэвис, а что ты сделал с решением примера? Окей, я понял.